Это расклад на Тару Легенд Анны Стокис Одни из моих любимых колод Что нам в жизни мешает Есть ли какие препятствия реальные Или никаких препятствий нету Это просто такое время Или такая полоса судьбы Или это кто-то вмешивается Своим негативным влиянием Неважно магическим Или просто злобой Или доносами Четыре варианта Выбирайте Ставьте на паузу, кому не хватает времени Я начинаю с первого Первый вариант Смерть 13 аркан Прямая звезда 17 аркан Привернутая Но тут надо докладывать Будет А это действительно Такая у вас тяжелая полоса Ваша счастливая звезда Пока погасла Ваша удача Это тормоз И поэтому у вас Различный тормоз И плюс еще У вас тормоз Потому что приходит смерть То есть Либо у вас будет тормоз В делах И что-то умрет В ваших делах Либо вы кого-то потеряете Это не та смерть Которая Просто завершение Какого-то процесса Это одна из самых могущественных карт Вообще На разных колодах Которые я видела Потому что смерть на нее Очень похожа На реальность Это ясновидящий художник Очень близко Изобразен С ее атрибутами Какие у нее есть Вот чтобы она не пришла Вы теряете что-то по мелочи Или тормоз в делах Или ухудшение здоровья Такое вот смягчение Так что если вы потеряли Если у вас убытки Если вы чего-то не можете пробить Это нормально Это даже хорошо Потому что Она вам как раз дает шанс Чтобы потом вы возродились Этот период прошел И вы возродились Как дракончик Из этого яйца Видите Это еще дракончик Это ваша жизнь Которая возродится Воспрянет уже дракона Ну давайте еще посмотрим карту Я вытащу Королева жезлов Но это непростая королева жезлов Вот в чем дело Эта карта повторяет Тот же карту высших сил Она на зинороге И на драконе Так что ее трактовать Как королеву жезлов Вообще практически тут Бессмысленно это повторение Дракончику женщину в яйце И тут он уже подрос Да Вашу жизнь Высшие силы Просто берегут Просто берегут Пока она по-новому Рождается И может быть У вас еще родится Кто-то в семье ребенок Или питомец Прибудет Но это ваша жизнь Рождается Она развивается И тут она уже взрослеет Дракончик уже подросший Это королева жезлов Это высшая сила И это еще говорит Что это смерть очень быстрая И единорог быстрый Что эти события Быстро развиваются И у вас пойдет улучшение И в том числе И материальные драконы Всегда знак денег И единороги тоже Но единороги В отличие от драконов Они еще с работой связаны То есть после этого Периода застоя Вы пойдете И еще карта перевернута Это говорит о больших усилиях Обе карты перевернуты У вас наладится И с работы И финансовый поток Но вам придется работать Как бы будете отрабатывать Может свое спасение Свою жизнь Работать на благо мира Но это не значит Что вы в священники Пойдете Нет Но когда мы работаем Мы тоже отдаем Свою частичку Всем силам И у вас это будет работа И много работы Если единорог выпал Это много работы будет И очень быстрые Но при этом Хорошо оплачиваем И драконы И единороги Символы денег Так что вам не мешают Это просто вам Не дают уйти У вас точка смерти Говоря астрологическим языком Очень четкая Но вы ее пройдете Так что если у вас Что-то смерть Это еще убытки И это всегда убытки Какие-то Если у вас бьет Поэтому Это не страшно Вот такой первый вариант И мы переходим Второй вариант Рыцарь жезлов С единорогом И король пентакли Ну вам ничего не мешает Вообще Это скорее у людей Которые вам Обычно приносят Деньги Доход Который вам помогает По королю пентакли Перевернут У них сейчас Хуже идут дела Но это нормально Потому что Сейчас кризис Очень большой Естественно Люди Владеющие Каким-то состоянием Не могут с вами И им поделиться То есть вы не можете Найти такую Высокооплачиваемую работу Потому что Общий уровень Упал Если у вас Свои дела Своё дело Свой бизнес Он тоже не может У вас Заказать что-то По обычным Нормальным ценам Или нету столько Народу То есть Это общие Трудности Которые мы Все зависим От общего Течения дел И независимо Быть не можем Кроме редчайших Каких-то Исключений Что именно На вас Вот выпало Чудо Но в данном Случе Это не так Но единорог Рядом С садником Жезлом Говорит Что у вас Материальный фон Неплохой И даже Очень И еще Говорит Что у вас Будет Денежная Работа Не важно Вы на себя Работаете Или на Кого-то Единорог Еще Белый Это Очень Хорошая Работа Очень Хорошие Заказы Для Бизнеса Вложения Даже Несмотря На то Что Король Перевернут Но С другой Стороны Если Вы Чего-то Хотите Добиться Получить Какие-то Уступки То У других Людей У кого Вы Или Покупаете Или Хотите Какие-то Услуги У них Положение Сейчас Хуже Чем У вас И Они Согласно Уступить Будут И Вам Более Лояльны Даже Не Лояльны А Уступчивы Да Это Уступки Посмотрим Еще Дополнительную Карту Но Положение У вас Неплохое Это Внешний Фон Обстоятельств Ничего Вам Не Мешает Тут Нет Ни Одной Карты Которая Б Мешалась Шестерка Кубков Перевернута Да Это Общий Ход Дел Это Задержки Шестерка Кубков Это Задержки Перевернуты Это Задержки Ваших Планов Это Задержки Чего-то Это Общее Течение Но Никаких Прямых Помех Тут Нет Это Вас Конечно Раздражает Это Жрица Второй Аркан Ну Значит Это Время Просто Набраться Опыта Время Набраться Знаний Как В такой Ситуации Жить Тут Ничего Не Сделаешь Как Научиться Выживать В такой Вот Ситуации Такое Есть Вы Познаете Вы Научитесь Но Ничего Плохого Тут Нет Ничего Рукового Ничего Разрушительного Ничего Такого Тут Нет Это Задержки Это Общее Падение Так Есть И Как Б Надо Привыкать Жить В Таких Вот Обстоятельствах Потому Что Мы Не Можем Сбежать С Общего Течения Никак Не Можем Еще Интересно Что Вам Окажут Помощь Люди Связанные С Библиотеками С Какими То Знаниями С Какой То Информацией Может Быть С Оккультизмом Даже Вам Эти Люди Окажут Помощь Окажут Помощь Иностранцы Окажут Помощь Может быть В делах Связаны Как-то С водой С Переездами С Водой Если Если Вы Хотите В Поездку То Она Пройдет Удачно Еще Говорится Нет Так что Тут Никаких Карт Мешающих Нет Третий Второй Вариант Переходим К Третьим Третий Вариант Луна 18 Аркан Еще Какой Тут Туз Кубков Перевернутый Но Вообще Ничего Не мешает Ваши Планы Ваши Желания Наоборот Будут Исполняться Если Вы Были Одиноки К Вам Придет Друг Вы Не Будете Одиноки Верный Волк Но Он Придет Позже Если Вы Ссорились И Ваш Близкий Уходил Сейчас Посмотрим Чем Это Закончится Десятка Кубков Конечно Все Наладится И Все Вернется Ваши Желания По Луне Будут Услышаны Ваши Желания Будут Исполнены Кто Хотел Купить Дом Он Купит Дом Дом Который Откладывали Очень Покупку Может Быть Вы Ремонт Хотели Или Дачу Но Это Не Имеет Значения Недвижимость Что То Мне Делать Если Вы Давно Хотели Но Как Это Больше Речь Идет О Покупке Вы Купите Если Вы Хотели Недвижимость За Границей Или Далеко Вы Купите Тут Идет Речь О Доме Вдалеке Если У вас Кто-то Уезжал Он Вернется Если Вы Хотели Дом У Воды То У Вас Тоже Получится Кстати Чем-то Перекликается Со Вторым Вариантом Не Идентично Но А то Дом У Воды Может Быть Или Дом Где-нибудь В степи Где Очень Ясная Луна И Ее Четко Видно Где Мало Облаков В Том Мире Потому Что Тут Луна И Она Должна Быть Видна Она Очень Яркая Роза Дракон Видите У нас Круг Луны Он Очень Очень Яркий Где Яркая Луна Это Или Вода Или Какие-нибудь Степи Ну В общем Место Где Нету Облаков Или Их Мало Или Они Редко Бывают И Еще Речь О Вашем Заветном Желании О Том Что Вы Молились Кто Том Могичил О Том Что Вы Просили О Том Что Вы Мечтали Это Сбудется Это Либо Касается Вашей Личной Жизни Тут Два Варианта Либо Недвижимости Это Либо Прибавление В Семь Кто Либо Возврат Может Быть Вы Собачку Очень Хотели Или Котика Очень Хотели У Вас Не Было Возможности Может У Вас Были Стесненные Жизненные Условия Вот Они Уйдут Закончится Вашей Огромной Радость Ну Может Быть Это Не Так Роскошно Как Вы Мечтаете Потому Что Туз Кубков Он Перевернутый Вы Если Б Это Было Ну Совсем Уж Там Дом Полная Чаша И Все Ломилось Нет Но Это Ваше Желание От Вас Возьмет Какую-то Долю Вашу Материальных Средств Вы Потратитесь Очень Хорошо По Перевернутому Тузу Кубков Вы На Это Могли Быть Может Быть Очень Хорошо Посмотрите Эта Чаша Так Платина Сказать То есть Если Б Она Была Прямой Это Было Было В Плюс Но Так Как Он Перевернутый Вы Потратите Вы Могли Бы Рас Тратить Деньги На Красивые Вещи На Удовольствие Ну Скажем Так Тут Выбор Либо Шикарно Отпраздновать Свадьбу Либо Купить Квартиру Кто Что Выбирает Или Пожить Ни в чем Себе И Живить Спокойно Более На Какую Свою Сумму Или Купить Квартиру И У Вас Гораздо Меньше Денег Ваши Доходы Сразу Сузились Ну Или Вы Зарабатывали На Себя Сейчас У Вас Семья Может Быть С Детьми Даже Кто Хочет Детей Дети Будут Потому Что Некоторые Тоже Этого Хотят Такой Период Что Хочется Ребенка У вас Дети Будут И Это Тоже Вы Уже Не так Свободны У вас Не дом Полная Чаша Надо То Что Вы Тратили Только На Себя Надо Тратить На Другого Или На Других Скажем На Супруга И На Ребенка И У Вас Уже Естественно Нет Такой Полной Чаши Но Тем Не Менее Это Не Умаляет Счастья Это Не Умаляет Радости И Всегда Везде Есть Какие-то Проблемы Нельзя Что-то Приобрести Ничего Не Потеряв Не Бывает Такого Что За То Что Вы Женились Вам На Содержание Супруги И Ребенка Доплачивало Бо Общество Такого Нет Никто Кроме Ваших Близких Вот Тут Такой Вариант Или За То Что Вы Купили Дом Вам Доплатили Продавец Доплачивал Такого Вот Нет Но Тем Не Менее Вы Будете Очень Счастливы Десятка Кубков Это Большое Счастье Луна Тут Тоже Очень Все Карты Счастливые То Чего Хотели То Что Вы Стремились То Что Вы Жаждали Вы Получите Не Мало того Вы Получите Верность Тут По Всем Картам Идет Верность Волк Или Собака Вообще Это Очень Похоже Или На Арктического Волка С голубыми Глазами Или Это Хаски С голубыми Глазами Это Абсолютная Верность Волки Не Меняют Семью И Хаски Тоже Они Привязаны Это Как Собака И Тут Дракон С Розой Это Тоже Любовь И Верность Будет Иметь Любовь И Верность И Дом Полную Чашу Ну Про Другой Как бы Не Говорится Но Это Много Нельзя Сразу Получить Все И Нельзя Все Наши Желания Исполнить Не Бывает Такого Не Бывает Чтобы Гороскопе Человека Было Все Хорошо И Никогда Не Будет Всегда Что-то Есть Поэтому Мы Все Разные Но Вот Вам Пришло Такое Исполнение Желания Очень Интересное Мы Переходим К Четвертому Варианту